Всем привет! Время шестой час и у нас вот такое утро. Сейчас птички так пели, пока я сходила за телефоном. Все, трели закончились. Нам сегодня обещают дождь. Вчера вообще ни грамм не вязала. Целый день просмотрела просто телевизор и ходила маршировала от телевизора к компьютеру, от компьютера к телевизору. Вот так у меня прошел день. Вот зелена уже у нас, там серенька уже скоро зацветет, выпустила кисточки. А свежо. Вообще красота. Город весь спит еще. Это одно и мне не спится. Но я вчера рано и спать легла. Наверное, уже в десятом часу спала от безделья. Я не знаю, как люди вообще днями ничего не делают. Я не знаю, я не представляю. Я вчера прямо от безделья заболела. Но стойко выдержала, стойко выдержала. Всем приятного дня. Пойду завтракать и заниматься делами. Сейчас время почти 11 часов и у меня второй завтрак. Тем, кто не знает, второй завтрак у меня почему? Потому что я когда просыпаюсь, сегодня я встала 20 минут 6. Естественно, я попила кофе с бутербродом. А сейчас около 11. Вот у меня получается второй завтрак. Здесь у меня на куриных крылышках а-ля рассольник. Видите, у меня здесь огурчики. Пшеничная, по-моему, крупа. Я даже не знаю, не смотрела, что на ней написано. Сечка. И, естественно, все остальное. То, что положено в суп. Очень люблю такие супы. Просто обожаю. В этом году опять закрою огурчики для того, чтобы готовить такие рассольники. Здесь у меня уже чай. Заварила я заварку. И всем приятного аппетита, кто тоже сейчас будет кушать. У нас пошел дождь. Копает с крыши. Дождь, наверное, пошел часов 9. Такие странные облака. Непонятно, откуда он идет. Таких тушеч навесных-то нету. Но, тем не менее, дождь идет. А я вяжу. Итак, дорогие друзья, моя туника на стадии завершения. Я ее довязала до низа. Вот у меня такая получилась кайма внизу. Немножко она непропорциональная. Но в связи с тем, что вот здесь я с двух мотков добавку делала, а это третий моток, и я боялась, что у меня просто-напросто не хватит этой пряжи. Я не стала рисковать, а просто довязала, сделала обвязку. Вот. И оставила на таком этапе. Я думаю, что сильно это не бросается в глаза. В общем, как есть, так и есть. Здесь что у меня? Здесь у меня я вывязала рукав, который буду перевязывать. Вот это как раз тот случай, когда я вяжу и перевязываю. То есть сейчас, когда я померила рукав, сейчас немножко. Он, видите, немножко расклешается, в связи с тем, что здесь у меня идут столбики. От столбиков я набирала воздушные петли, делала арочки. То есть путем подгона я буду делать, чтобы у меня где-то примерно вот так вот было. Связала один раппорт в высоту, ну и получается, видите, расширение пошло. Мне этого не нужно, поэтому я сейчас все это дело распущу. Опять же, я добавила и с этой стороны, и с той стороны пряжу разделила пополам, чтобы мне можно было одинаково связать рукава. То есть у меня как бы идет продолжение. Подбирала цвета. Вот так вот. Такие мыторства у меня на сегодняшний день по поводу этой тунички. Для тех, кто у меня постоянно спрашивает, сколько я связала вниз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, десять рапортов вниз я связала после кокетки. Вот. Так что... А, еще что забыла сказать. Вот такую обвязочку я здесь сделала вверху. Начало у меня вот было такое, да. Но так как я решила, чтобы гармонично было с низом, вот такую обвязочку сделала вверху. Как бы здесь вот такая кайма, да, внизу рябая. И здесь вверху тоже такая рябая кайма. Ну, в общем, как-то так. Вот туничка на таком этапе у меня. Я думаю, что я сегодня ее довяжу. Что же еще? Как вы думаете, что это у меня лежит? Рассказываю вам очень грустную историю. Я просто про нее молчала. В надежде на то, что вы не будете вспоминать про этот жилет. Но вы продолжаете про него вспоминать. И мне придется вам эту историю рассказать. Конечно же, я его свяжу. И свяжу его обязательно. И уже, как видите, я приготовила его для дальнейшего вязания. В чем же недоразумение? Для тех, кто не знает, в прошлом году я увидела на одном канале турецкой вязальщицы такой замечательный жилет в стиле бохо. Загорелась им, как это у меня бывает, да. И, в общем-то, связала его до вот такого момента. То есть, у меня вывязаны рукава. Не до конца, правда, они у меня вывязаны. С одной стороны рукав вывязан, а со второй стороны, вот по спинке, спинка вывязана тоже. И вот полочка, так сказать, вторая, да, только начата вязать. В чем причина? А причина в том, что я где-то благополучно посеяла свой крючок, которым вязала этот жилет. Для тех, кто не знает, не видел его раньше, вяжу я из пряжи Ализе Дива. Вот такая, такого замечательного цвета. Сейчас скажу, колор какой, 368 колор. Вот, ну и, как всегда, видите, барабашка у меня поигрался очередной раз. Все, я его не трогала, он у меня просто лежал. Видите, как все запутано. Вот так вот есть у меня товарищ, который мне помогает. Ну, ничего страшного, я уже привыкла к этому. Ну, те, кто со мной давно, тот уже знает, да. И, значит, вернусь к крючку. К сожалению, у меня, кроме вот такого крючка, других нету крючков. И это тоже крючок номер три, но вы знаете, он совершенно другой. Очень тяжело им вязать, но мне деваться некуда. Не знаю, куда у меня делся крючок. Я все обыскала, где только могла, я все обыскала. В общем, где-то благополучно лежит и посмеивается надо мной. Так вот, в принципе, осталось мне провязать вот эту сторону, да, где рукав, и довязать получается. Я сейчас уже точно не помню, мне надо посмотреть на модель. Но я так думаю, что, наверное, вот такую часть еще придется вверху, а может даже меньше. Я не знаю, не буду гадать. Я сейчас не помню, я не смотрела вот в ближайшее время. Просто меня уже замучили. Куда делся ваш жилец в стиле Бога? Куда делся жилец в стиле Бога? Никуда он не делся. Он благополучно лежит и ждет своей очереди. Так как я сейчас, на стадии завершения двух своих туник, то есть одна из них морской прибой, который я вот буквально рассказала, о которой я вам рассказала вот буквально несколько минут назад. И довязываю тунику чайка. Тоже мне осталось довязать рукава и там немножко довязать вниз. И, естественно, я вытянула, довязывать свой жилет, который тоже остается довязать всего ничего. Вот. И мне вот эти места нужно отпаривать. Значит, хочу сказать, что сейчас, может быть, те, кто еще не видел, начнет задавать мне вопросы, мастер-класса по вязанию этого жилета не будет. Я его вязала, еще раз повторюсь, на канале увидела турецкой мастерицы, смотрела, как она показывала, повторяла ее движения. Долго я там училась вязать вот эти столбики, да. Ну, в конце концов, научилась и очень-очень довольна. Очень интересный такой способ вязания. Видите, получается, какие столбики. Затягивается с этой стороны столбик и затягивается с этой стороны. Я, конечно, уже подзабыла, если честно, как это вяжется, но я обязательно зайду по новой, вспомню, как это дело делается и, естественно, все это дело довяжу. Возможно, у меня уже на тот момент были немножко другие задумки, которые я сейчас припоминаю, и, возможно, у меня будет мой жилет завершен немножко по-другому, чем показано у нее. Ну, как бы, мы же практически все изделия, ну, не знаю, как кто, а я за основу беру с интернета. И потом, как бы, делаю, извините за такое слово, которое я применю, апгрейд, да, этому изделию, применяю какие-то свои изюминки, да, и получается, можно сказать, совершенно другое изделие, потому что узоры практически мы берем все из интернета, смысл сидеть, заморачиваться, голову себе чем-то другим забивать, да, когда есть уже готовые узоры. Ну, в некоторых случаях, вот как, допустим, с туникой прибой, мне пришлось заморочиться для того, чтобы узор у меня шел, как положено. Вот, так и здесь, в этом жилете, может быть, я что-то придумаю. По крайней мере, мысли такие были. Вот, ответила на ваш вопрос. Надеюсь, что я удовлетворила, конечно же, когда я его свяжу, естественно, я его покажу на себе. Хочу сказать, что мне кажется, что он будет великоват, потому что на самом деле он очень у меня вот здесь в размахе большой получился. Очень большой получился. И вот эти крылья, они, ну, висят, мне кажется, слишком. Но, опять же, пока я не довяжу до конца, вот где у меня рукава, чтобы мне померить, потому что я меряю на манекен, манекен, конечно, во-первых, на меньший размер, во-вторых, высота не такая, но рост у манекена, конечно, можно выставить, но я не выставляла. Вот, и там смотрится он совершенно по-другому, и, возможно, на мне он будет тоже как бы совсем по-другому смотреться. Опять же, этот жилет можно, я думаю, трансформировать в что-то другое, если что-то меня не будет устраивать, потому что он позволяет такое. Допустим, какой-то запах сделать, да. В общем, ну, такие у меня дела с этим жилетом. Я думаю, что скоро вы его увидите. Хотя я, если честно, как уже я говорила не раз, я сильно не заморачиваюсь. Всему свое время, я считаю. И, как бы, вот он лежал, ждал меня. Возможно, как раз вот сейчас пришло его время. Ну, не факт, что что-то может еще перебить. Вот. Но надеюсь, что я его завершу. Ладно, дорогие друзья, вот такой небольшой влог свой я на сегодня завершу, потому что я сегодня усиленно весь день вяжу. из-за того, что вчера прогуляла, да, вообще не вязала вчера ни грамм, как я уже сказала. И поэтому мне хочется как можно больше сегодня повязать. Соскучилась за один день. Ну, и как всегда, в конце видео я желаю вам всем хорошего настроения, несмотря ни на погоду, ни на то, что мы сидим в самоизоляции. И здоровье, прежде всего, главное, чтобы у нас было здоровье. Остальное все приложится. Если вы вязали легких ровных петелек. Ну, а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина. До новых встреч, до новых встреч.